Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня зачесались руки сравнить два танчика, которые мне кажется принципиально разные, но в целом должны быть немножечко похожи. Эти оба танчика из ивентов посвященного Хэллоуину, это оба тяжи, это оба тяжи седьмого уровня, они оба обладают барабаном. Единственное что, фараон обладает барабаном на три снаряда, могильщик на шесть снарядов. Понятное дело, что у фараона больше альфа, но могильщик чаще шотит. Короче говоря, ребят, мне вот интересно кто кого. Я, честно говоря, делаю ставку на фараона, потому что машинка более новая, могильщик уже существенно морально устарел. Для того, чтобы сравнить две этих машинки, я договорился со своим соклановцем, кстати, спасибо большое, мистер Одесса, за то, что поможешь мне заснять данное видео. Сейчас мы зайдем в тренировочную комнату на две схватки, встречаться будем в городе. Ну и, соответственно, мы будем сейчас смотреть, получится у нас или не получится, загасить друг друга. Ну, я думаю, что у кого-то из нас это однозначно получится. Вопрос заключается только в другом, вопрос заключается все же, кто кого. Ну что ж, давайте сейчас подождем, что-то сейчас у мистера Одессы не складывается. Посмотрим, в чем беда, в чем проблема. Вроде бы только что был и уже выпрыгнул. Возможно, что-то написал мне. Нет, написать он ничего мне не написал. Возможно, его просто сейчас выкинуло из игры, такое бывает. Бывает, вот он появился, бывает. Ну и погнали в бой. Сейчас, скорее всего, выбросило его, исходя из того, что пришло время обновления вот этих ежедневных задач там и так далее. Итак, напомню, я на могильщике, мистер Одесса на фараоне. И давайте будем на посмотреть, что с этого получится. Как я уже сказал, встречаемся мы в городе. Играть мы будем абсолютно честно. Мы договорились о том, что поддаваться мы друг другу не будем. Я никогда не делаю честных обзоров. Шутка. Я никогда не делаю нечестных обзоров. Мои обзоры исключительно честные. Я ни в коем случае никогда ничего не вырезаю, никогда ничего не склеиваю. И бои, какие получаются, такие они у меня и получаются. Так, ну что. Мы договорились, что воевать мы будем исключительно в городе, для того, чтобы друг друга просто по карте не искать. Вот кто кого здесь перехитрит, это уже вопрос другой. В целом, в городе можно поехать разными дорогами, но, соответственно, вопрос в подвижности машин, вопрос в том, у кого какая тактика будет, кто будет ромбовать, кто нет. Вот товарищ поехал в ту сторону и уже начинает от меня потихоньку отхватывать. Но вопрос в том, что и он сейчас явно начнет отбрасывать в меня. Последний снаряд не залетел, и мне, ребята, очень-очень повезло, потому что от меня пошел рикошет. Сейчас он явно пойдет в атаку на меня. Ну, а давайте теперь будем смотреть. Приехал ко мне фараон. Бежать мне, в принципе, от брата некуда. Опять рикошет. Как вы видите, в принципе, не все в меня залетает, а значит, могильщик еще не настолько морально устаревшая машина, как могло бы показаться с первого взгляда. Но ехать куда-то, не знаю вообще, имеет ли смысл. Наверное, имеет смысл мне сейчас попытаться его немножко покрутить. Так, как бы к нему так пристроиться, так чтобы... Есть, загуслили. Дальше мы используем шесть снарядов своего барабана. А вот теперь уже начинаются и у меня проблемы, потому что у него есть три снаряда с довольно неплохой эльфой. Но, ребят, у меня есть лучшая подвижность. Однозначно лучшая подвижность у могильщика. И за это время я умудрился уйти на КД и еще и начать отбрасывать в него, пытаясь от него убежать. Я так понимаю, что, в принципе, с учетом того, что у меня осталось 5 секунд на перезарядку и запасом эльфы, я однозначно сейчас фараона вынесу. И заметьте, я сейчас даже на голду не переключаюсь. То есть, в принципе, я и без голды, как бы, вполне нормально таки себе справился. Заезжаем в еще одну каточку сейчас. И давайте будем... Будем, будем, будем посмотреть, что получится во второй катке. Я не могу сказать, что мистер Одесса, он сыграл как-то плохо. Единственное, что он действительно сделал не совсем правильно, он не начал вести себя агрессивно. Давайте теперь посмотрим на количество нанесенного урона. Я нанес 1600, это полный запас прочности фараона, а он мне нанес 1026. Я бы сказал, что практически ноздря в ноздрю. Давайте пробовать еще раз. Мистер Одесса, подключайся. Ставь, что ты готов к бою. Ну и, соответственно, поедем еще одну катку сделаем. Итак, ребятки, забрасываемся еще раз в бой. У нас получилось так, что немножечко пошел процесс непонимания друг друга. Дело в том, что мы договаривались искусственно в чате, не созванивались, устно не общались. Ну и, соответственно, вот сугубо писаниной обо всем договаривались. Ну что, пробуем еще раз. Я поеду теперь с этой стороны. По одной простой причине, потому что мне, честно говоря, хочется еще раз победить. И я бы все-таки, наверное, даже самому себе хотел бы доказать, что все-таки могильщика я люблю не зря. Хотя фарончик у меня, слава богу, тоже есть. Мне посчастливилось его получить. Но все же, вот могильщик, это вот какой-то такой танк, который прям вот совсем-совсем меня, ну, пленил, я бы сказал. Потому что его вот этот обалденный барабан на 6 снарядов, которого нет просто-таки ни у кого в этой игре. Согласитесь, на 3 снаряда барабаны есть. А на 6 снарядов барабанов нет. И такой скорости вылета снарядов между собой в одном барабане тоже нет ни у кого. Ну, может, где-то у кого-то в песочнице и есть. Ну, вот, блин, оп, и ушел я от фараона. То есть, получается, что, в принципе, у фараона нормально меня догнать. Возможности нет. Хотя он явно пытается это делать. Теперь, уходя от фараона сюда, я, конечно, получаю в борток. Но давайте теперь будем смотреть по запасу прочности. Вот сейчас фараон меня не смог пробить. Я сейчас кручусь, как вошь, на гребешке, перезаряжаясь. И вот сейчас у меня уже практически в 2 раза больше хпшки, чем у фараона. При этом он находится на перезарядке магазина. Вот так он для меня, конечно, красный. Углов склонения мне вот прям совсем не хватает. А что если сюда? Вот вам и пожалуйста. Я могу стоять, в принципе, и отбрасывать фараону вполне спокойно в башню. Ну, прям вообще без печали. Вот теперь вопрос. У кого хватит сейчас КД и времени на то, чтобы перезарядиться и отправить другого отдыхать в ангаре? Я думаю, что это все-таки должен быть я. Мне очень этого хочется. Оп. Не повезло мне. Придется мне немножко отходить. Ну что, интрига есть интрига. И нет, ребята, интриги нет. Все-таки в моем случае подвижность и скорость вылета снарядов, она решает прям все-все-все. И для меня могильщик, ребят, после этого, ну, после этой схватки, да, после этих двух боев, он остается все-таки на первом месте. Ребят, я не знаю, возможно, сам мистер Одесса не совсем подкованный игрок. Но давайте ради интереса сейчас зайдем. И так... Ладно, распустим мы потом. Теперь давайте мы посмотрим, что у нас есть. Подписочку заберу обязательно. Так, что у нас по тому, насколько мистер Одесса подкованный. Вот у нас мистер Одесса. Вот он. У него 49% побед. У него 30,5 тысяч боев. У него не сильно высокий средний урон. И максимальный урон 4230. У него 35 знаков классности Массетер. 49, почти 50, да, вот смотрите, процентов побед. Теперь давайте ко мне. Смотрите, 30,5 тысяч, 50% побед. Моя статистика, что собой представляет. Заходим ко мне в статистику и смотрим. 45% побед официалки. Но, ребят, моя статистика реальная где-то от 50 до 55. В зависимости от аккаунта, на котором я играю. На этом у меня слита статистика не мной. У меня меньшее количество боев на 2000, грубо говоря. Я не знаю, существенно это или нет. У меня средний урон плюс-минус такой, как у него. Максимальный урон у меня там больше, чем у него. Но это такое, знаете, ну совсем не совсем показатель. А вот знаков классности Мастер у него больше, чем у меня. То есть я к чему говорю, ребят? Что мистер Одесса это не шлеппер какой-то, который прям совсем играть не умеет. То есть чувак играет уже давно. И это видно. Единственное, что действительно фараон по сравнению с могильщиком, он уступает могильщику в подвижности однозначно. И однозначно уступает по скорости перезарядки магазина. То есть в тот момент, когда я уже начинаю фараона отбрасывать, фараон еще перезаряжается. И это не есть гуд для самого фараона. Я не знаю, понравилось вам это видео, не понравилось. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И напишите, хотите ли вы еще подобных видео, когда будут схватки между двумя какими-то машинами, которые в чем-то должны быть между собой похожими. В данном случае это был могильщик и фараон. Оба тяжелые танки, премиумная и коллекционная, но я думаю не суть, большая разница. И обе из ивента, посвященных Хэллоуину. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, если вы за честные обзоры. Я стараюсь ради вас. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин